Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за четверг, 28 сентября 2023 года, на нашем канале. Черкесский завод Холодмаш празднует столетие. Скоростной рынок холодильной цепи обсудит на колдчейн Евразия. Строительство расприцентра на Ставрополье вложат 4 миллиарда рублей. Вторую очередь мясокомбината построят в районе Новопеределкино. Торгово-логистический центр введут в эксплуатацию в Среднеколымске. Вторая ледовая арена будет построена в Рыбинске в 2025 году. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Черкесский завод Холодмаш празднует столетие. В этом году завод Холодмаш, одно из старейших предприятий Карачаева Черкесии, празднует свое столетие. Основанный в 1923 году, он был важной частью промышленности региона и остается таковой до сих пор, продолжая быть одним из лидирующих предприятий в области холодильного машиностроения в стране. Сегодня завод Прои. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Скоростной рынок холодильной цепи обсудят на колдчейн Евразия. Сегодня в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» состоится первая международная конференция по непрерывной холодильной цепи «Колдчейн Евразия». В рамках конференции по непрерывной холодильной цепи НХЦ состоится бизнес-сессия «Скоростной рынок холодильной цепи. Факторы успеха» и «Логистический аз». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Строительство распредцентра на Ставрополье вложат 4 миллиарда рублей. В Ставрополе начинают воплощать в жизнь инвестиционный план по созданию распределительного центра для торговой сети «Чижик», о чем рассказал в личном телеграм-канале глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин. Размер инвестиций оценивается примерно в 4 миллиарда рублей, что позволит создать дополнительный. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Вторую очередь мясокомбината построят в районе Новопеределкино. Началось строительство второй очереди мясокомбината в районе Новопеределкино на западе столицы, обсообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Промышленный комплекс по переработке мяса начал функционировать вново. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Торгово-логистический центр введут в эксплуатацию в Среднеколымске. Среднеколымск станет шестым районом Якутской Арктики, где заработает торгово-логистический центр. Ход строительства проверил глава Якутии Айсин Николаев. По поручению Илдархана ТЛЦ введут в работу уже в первой половине сентября. Ввод объекта позволит бесперебойно снабжать жителей. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Шестая новость сегодня. Вторая ледовая арена будет построена в Рыбинске в 2025 году. В Рыбинске начнется строительство второй ледовой арены. Спорткомплекс с ледовой ареной будет расположен неподалеку от действующего ледового спорткомплекса «Полёт». И квот «Второй лед в Рыбинске» появится в 2025 году. Договор на строительство с подрядчиком заключен. Им станет питерская компания «Мастерская ОМОН». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу. Продолжение следует...